Аудиокнига своими руками Студия Барабаны Судьбы Читает Александр Водяной Константин Паустовский Теплый хлеб Читает Александр Водяной Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, Немецкий снаряд разорвался на околице И ранил в ногу вороного коня Командир оставил раненого коня в деревне А отряд ушел дальше, пыля и позванивая удилами Ушел, закатился за рощи, за холмы, Где ветер качал спелую рожь Коня взял к себе мельник Панкрат Мельница давно не работала Но мучная пыль навеки въелась в Панкрата Она лежала с серой коркой на его ватнике картузия Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника Панкрат был скоро на работу Сердитый старик и ребята считали его колдуном Панкрат вылечил коня Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди Помогал Панкрату чинить плотину Панкрату трудно было прокормить коня И конь начал ходить по дворам побираться Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку И, глядишь, ему вынесут свекольные ботвы Или черствого хлеба Или случалось даже сладкую морковку По деревне говорили, что конь не чей А вернее общественный И каждый считал своей обязанностью его покормить К тому же конь, раненый, пострадал от врага Жил в бережках со своей бабкой мальчик Филька По прозвищу Ну тебя Филька был молчаливый, недоверчивый И любимым его выражением было Да ну тебя Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях Или поискать позеленевшие патроны Филька отвечал сердитым басом Да ну тебя Ищи сам Когда бабка выговаривала ему за неласковость Филька отворачивался и бормотал Да ну тебя Надоело Зима в этот год стояла теплая В воздухе висел дым Снег выпадал и точно стаял Мокрые вороны садились на печные трубы Чтобы обсохнуть Толкались, каркали друг на друга Около мельничного лотка вода не замерзала А стояла черная, тихая И в ней кружились льдинки Панкрат починил к тому времени мельницу И собирался молоть хлеб Хозяйки жаловались, что мука кончается Осталось у каждой на два три дня А зерно лежит немолотое В один из таких теплых серых дней Раненый конь постучал мордой в калитку К Филькиной бабке Бабки не было дома А Филька сидел за столом И жевал кусок хлеба Круто посыпанный солью Филька нехотя встал Вышел за калитку Конь переступил с ноги на ногу И потянулся к хлебу «Да ну тебе, дьявол!» Крикнул Филька И наотмашь ударил коня по губам Конь отшатнулся Замотал головой А Филька закинул хлеб Далеко в рыхлый снег И закричал «На вас не напасешься! На христа радников! Вон твой хлеб! Иди! Иди! Копай его мордой из-под снега! Иди! Копай!» И вот после этого злорадного окрика И случились в бережках Те удивительные дела О каких и сейчас люди говорят Покачивая головами Потому что сами не знают Было ли это Или ничего такого и не было Слеза скатилась у коня из глаз Конь заржал Жалобно, протяжно Взмахнул хвостом И тотчас в голых деревьях В изгородях и печных трубах Завыл, засвистел Пронзительный ветер Вздул снег Запорошил Фильке горло Филька бросился обратно в дом Но никак не мог найти крыльца Так уже мело кругом Их листало в глаза Летела по ветру Мерзлая солома с крыш Ломались скворечни Клопали оторванные ставни И все выше взвивались столбы Снежной пыли С окрестных полей И неслись на деревню Шурша, крутясь Перегоняя друг друга Филька вскочил Наконец в избу Припер дверь И сказал Да ну тебя И прислушался Ревела Обезумев метель Но сквозь ее рев Филька слышал Тонкий короткий свист Так свистит конский хвост Когда рассерженный конь Бьет им себя по бокам Метель начала затихать К вечеру И только тогда Смогла добраться к себе в избу От соседки Филькина бабка А к ночи Небо Зазеленело Как лед Звезды Примерзли К небесному своду И колючий мороз Прошел по деревне Никто его не видел Но каждый Слышал Скрип его валенок По твердому снегу Слышал Как мороз Озару И стискал Толстые бревна В стенах И они трещали И лопались Бабка плача Сказала Фильке Что наверняка Уже замезли колодцы И теперь их ждет Неминучая смерть Воды нет Мука у всех вышла А мельница Работать теперь не сможет Потому что река Застыла до самого дна Филька тоже заплакал От страха Когда мыши Начали выбегать Из-под пола И хорониться Под печкой В соломе Где еще Оставалось Немного тепла Да ну вас Проклятые Кричала на мышей Но мыши Все лезли Из-под пола Филька забрался На печь Укрылся Тулупчиком Весь трясся И слушал Причитания бабки Сто лет назад Упал на нашу округу Такой же лютый мороз Говорила бабка Заморозил колодцы Побил птиц Высушил до корня Леса и сады Десять лет после того Не цвели ни деревья Ни травы Семена в земле Пожухли И пропали Голая стояла Наша земля Обегал ее стороной Всякий зверь Боялся пустыни Отчего же Стрясся тот мороз Спросил Филька От злобы людской Ответила бабка Шел через нашу деревню Старый солдат Попросил в избе хлеба А хозяин злой мужик Заспанный Крикливый Возьми и дай Одну только Черствую корку И то не дал в руки А швырнул на пол И говорит Вот тебе Жуй Мне хлеб с полу Поднять невозможно Говорит солдат У меня вместо ноги Деревяшка А ногу куда девал Спрашивает мужик Утерял я ногу На Балканских горах В турецкой баталии Отвечает солдат Ничего Раз дюжи голодный Подымешь Хе-хе-хе-хе Засмеялся мужик Тут тебе Камердинеров нету Солдат покряхтел Изловчился Поднял корку И видит Это не хлеб А одна зеленая плесень Один яд Тогда солдат Вышел на двор Свистнул И в раз Сорвалась метель Пурга Буря Закружила деревню Крыши Посрывала А потом Ударил Лютый мороз И мужик тот Помер А чего же он Помер? Хрипло спросил Филька Это охлаждение Сердца Ответила бабка Помолчала И добавила Знать и нынче Завелся в бережках Дурной человек Обидчик И сотворил Злое дело Оттого и мороз Чего ж теперь делать Бабка? Спросил Филька Из-под тулупа Неужто Помирать? Зачем Помирать? Надеяться Надо На что? На то, что Поправит Дурной человек Своё Злодейство А как Его Исправить? Спросил Скрипывая Филька Об этом Панкрат Знает Мельник Наш Он Старик Хитрый Учёный Его Спросить Надо Да неужто В такую стужу До мельницы Добежишь Сразу Кровь Остановится Да ну Его Панкрата Сказал Филька И затих Ночью Он слез С печи Бабка Спала Сидя на лавке За окнами Воздух Был Синий Густой Страшный В чистом Небе Над Сокорями Стояла Луна Убранная Как невеста Розовыми Венцами Филька Запахнул Тулупчик Выскочил На улицу И побежал К мельнице Снег Пел Под ногами Будто Артель Веселых Пильщиков Пилила Под корень Березовую Рощу За рекой Казалось Воздух Замерз И между Землей И луной Осталась Одна Пустота Жгучая Такая Ясная Что Если бы Подняло Пылинку На километр От земли То И ее Было Бы Видно И Она Светилась Избы И мерцала Как Маленькая Звезда Черные Ивы Около Мельничной Полотины Посидели От стужи Ветки Их Поблескивали Как стеклянные Воздух Колол Фильке Грудь Бежать Он уже Не мог А тяжело Шел Загребая Снег Валенками Филька Филька Постучал В окошко Панкратовой Избы Тотчас В сарае За избой Заржал И забил Копытом Раненый Конь Филька Охнул Присел От страха На корточке Затаился Панкрат Отворил Дверь Схватил Фильку За шиворот И втащил В избу Садись К печке Сказал Он Рассказывай Пока Не замерз Филька Плача Рассказал Панкрату Как он Обидел Раненого Коня И как Из-за этого Упал На деревню Мороз Да Вздохнул Панкрат Плохо Твое Дело Выходит Из-за тебя Всем Пропадать Зачем Коня Обидел За что Бессмысленный Ты Гражданин Филька Сопел Вытирал Рукавом Глаза Ты Брось Реветь Строго Сказал Панкрат Реветь Вы Все Мастера Чуть Что Нашкодил Сейчас Врев Ишь Ты Но Только О этом Я смысла Не вижу Мельница Моя Стоит Как Запаяна Морозом Навеки А Муки Нет И Воды Нет И Что Нам Придумать Не Известно Что Же Мне Теперь Делать Дедушка Панкрат Спросил Филька Изобрести Спасение От Стужей Тогда Перед Людьми Не Будет Своей Вины И Перед Раненной Лошадью Тоже Будешь Ты Чистый Человек Веселый Каждый Тебя По Плечу Потреплет И Простит Понятно Понятно Ответил Упавшим Голосом Филька Ну Вот И Придумай Даю Тебе Сроку Час Четвертью А Не Придумаешь Пиняй На Себя Понимаш В сенях И Нарош Пиня Морожая Куда 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 В Такую Страшную Ночь Подалась Сорока А Филька В Это Время Сидел На Лавке Ёрзал И Придумывал Ну Сказал Наконец Панкрат Затаптывая Махорочную Цигарку Время Твое Вышло Выкладывай Льготного Сроку Не Будет Я Дедушка Панкрат Сказал Филька Как Рассветет Соберу Со всей Деревни Ребят Возьмем Мы Ломы Пешни Топоры Будем Рубить Лед У Лотка У Кламильницы По камесь Не дорубимся До воды И Не потечет Она На колесо Как Пойдет Вода Ты Пускай Мельницу Повернешь Колесо Двадцать Раз Она Разогреется И Начнет Молоть Будет Значит И Мука И Вода И Всеобщее Спасение И Шты Шустрый Какой Сказал Мельник Подо Льдом Конечно Вода Есть А Ежели Лед Толщиной В Твой Рост Что Ты Будешь Делать Да Ну Его Сказал Филька Пробьем Мы И Такой Лед А Ежели Замерзнете Костры Будем Жечь Оно Конечно А Ежели Не Согласятся Рубята За Твою Дурь Расплачиваться Своим Горбом А Ежели Скажут Да Ну Его Сам Виноват Пусть Сам Лед Искал Витт Согласятся Я Их Умолю Наши Ребята Хорошие Ну Валяй Собирай Ребят А Я Со Стариками Потолкую В Морозные Дни Солнце Восходит Багровое В Тяжелом Дыму И В Это Утро Поднялось Над Бережками Такое Солнце На Реке Был Слышен Частый Стук Ломов Трещали Костры Ребята И Старики Работали С самого Рассвета Скалывали Лед У Мельницы И Никто Сгоряча Не заметил Что После Полудня Небо Затянулось Низкими Облаками Задул По седым Ивам Ровный И Теплый Ветер А Когда Заметили Что Переменилась Погода Ветки Ив Уже Оттаяли И Весело Гулка Зашумела За рекой Мокрая Березовая Роща В воздухе Запахло Весной Навозом Ветер Дул С юга С каждым Часом Становилось Все теплее С крыш Падали И со Звоном Разбивались Сосульки Вороны Вылезли Из-под Застрех И снова Обсыхали На трубах Толкались Каркали Не Было Только Старой Сороки Она Прилетела К вечеру Когда Теплоты Лед Начал Оседать Работа Умельница Пошла Быстро И Показалась Первая Полынь С темной Водой Мальчишки Стащили Треухи И Прокричали Ура Панкрат Говорил Что Если бы Не теплый Ветер То Пожалуй И не Обколоть Былет Ребятам И Старикам А Сорока Сидела На Раките Над Плотиной Трещала Тресла Хвостом Кланяясь На Все Стороны И Что-то Рассказывала Но Никто Кроме Ворон Ее Не Понял А Сорока Рассказывала Что Она Долетела До Теплого Моря Где Спал В Горах Летний Ветер И Разбудила Его Натрещала Ему Пролютый Мороз И Упросила Его Прогнать Этот Мороз Помочь Людям Ветер Будто Бы Не Осмелился Отказать Ей Сороки И Задул Понесся Над Полями Посвистывая Посмеиваясь Над Морозом И Если Хорошенько Прислушаться То Уже Слышно Как По Оврагам Под Снегом Бурлит Журчит Теплая Вода Моет Корни Брусники Ломает Лед На Реке Всем Известно Что Сорока Самая Болтливая Птица На Свете И Потому Вороны Ей Не Поверили Покаркали Только Между Собой Что Вот Мол Опять Завралась Старая Посыпали Бурлит Самую Квашню Ветер Ветер Панкрат Не Не Только Человеку Извинение Требуется Сейчас Я Вам Коня Представлю В натуре Панкрат Отворил Ворота Сарая Выпустил Коня Конь Вышел Вытянул Голову Заржал Учуял Запах Свежего Хлеба Филька Разломил Буханку Посолил Хлеб И солонки И Протянул Коню Но Конь Хлеба Не взял Начал Мелко Перебирать Ногами Попятился В сарай Испугался Фильки Тогда Филька Перед Всей Деревней Громко Заплакал Ребята Зашептались И Притихли А Панкрат Потрепал Коня По шее И Сказал Не Пужайся Мальчик Филька Не злой Человек Зачем Же Его Обижать Бери Хлеб Берись Конь Помотал Головой Подумал Потом Осторожно Вытянул Шею И Взял Наконец Хлеб Из Рук Фильки Мягкими Губами Съел Один Кусок Обнюхал Фильку И Взял Второй Кусок Филька Ухмылялся Сквозь Слезы А Конь Жевал Хлеб И Фыркал А Когда Съел Весь Хлеб Положил Голову Фильки На Плечо Вздохнул И Закрыл Глаза От Сытости И Удовольствия Все Улыбались Радовались Только Старая Сорока Сидела На Раките И Сердита Трещала Должно Быть Опять Хвасталась Что Это Ей Одной Удалось Померить Коня С Филькой Но Никто Ее Не Слушал И Не Понимал А Сорока От Этого Сердилась Все Больше И Трещала Как Пулемет Трещала Субтитры создавал DimaTorzok